Сегодня я буду рассказывать про эффективную отладку репликации MySQL. И вот я сначала расскажу про себя. Меня зовут Света Смирнова. Я работаю в технической поддержке MySQL уже более 10 лет. Работала в компаниях MySQL AB, Sun, Oracle, сейчас в Percon. Я автор книги «Отладка MySQL troubleshooting» на английском языке. Автор JSON-UDF функций, который дизайн-прототайп JSON-функций, который сейчас есть в MySQL сервере. У меня есть хобби-проект на GitHub, где я пишу разные плагины для MySQL. Использую query rewrite интерфейс. Один из них, например, фильтр клаузи для MySQL. Я докладчик на ряде конференций, фотографии с Рита. И, наверное, в следующем году здесь будет написано Highload. Содержание. О чем же мы сегодня будем говорить? Вообще, первая часть у нас — особенности репликации MySQL. Вообще, хотелось бы начать этот доклад с того, что репликации, такой отладки именно репликации, такой темы, ее не существует. И отлаживать репликацию надо точно так же, как любое другое MySQL приложение. Но есть особенность. Нужно просто учитывать особенности, то, что происходит у вас на мастере, и то, что происходит у вас на слэве, и как они взаимодействуют. Естественно, есть специальные инструменты, которые используются для отладки репликации. Я их буду упоминать в докладе. Но целую большую часть, посвященную только инструментам, я ее отнесла в приложение. Кто будет скачивать слайды, оно там есть, его тут нет в содержании, но оно есть. И можно почитать подробно с примерами, как эти инструменты работают. Сделано это было для того, чтобы осталось время на вот эти пять частей, в которых я буду рассказывать про основные проблемы, которые возникают с репликацией на основе моего опыта. То, что люди вообще, какие у них проблемы возникают с репликацией, то, что чаще всего приходится решать, и как их решать. Итак, давайте начнем с особенностей репликации. Прежде всего надо понимать, что репликация в MySQL асинхронная. И она инициируется слайвом. Есть, допустим, в Workly, там мастер может что-то там послать. Но в MySQL асинхронная инициируется слайвом. Слейв IOTREAT инициирует ее. Он запрашивает пакет у мастера с данными. Мастер ему отправляет этот пакет. И дальше мастер не знает вообще, что произошло на слайве. Получил ли он пакет. Если он получил этот пакет, смог ли он его применить к данным, смог ли он его выполнить, и изменились ли данные на слайве. Если он смог его выполнить, завершилось ли это выполнение с ошибкой, изменились ли те данные или не те данные. То есть это всего мастер не знает. Он только все это слейв инициирует. Слейв, кстати, тоже не знает, какие данные на мастере, и они сами абсолютно независимые. Для того, чтобы частично это решить проблему, был сделан семисинхрос плагин, который делает полусинхронную репликацию. Начинается оно точно так же. Слейв инициирует, запрашивает пакет, мастер его отправляет и ждет. Акк ждет ответа от слейва в том, что он получил этот пакет. Слейв отправляет пакет Акк, и на этом получается что? Что у нас вообще видит мастер? Что знает здесь мастер? До версии 5.7 мастер знает, что только один единственный слейв получил пакет. Если слейвов несколько, то мастер знает только о том, что получил пакет, который он послал, только один из слейвов. Также мастер не знает вообще, что случилось с этим пакетом. То есть был ли он куда-то, он знает только то, что этот пакет получен, и он записан в релей-лох у нас на слейве. То есть он не знает, был ли он выполнен, было ли что-то такое. В версии 5.7 вот это ограничение с одним слейвом, оно исправлено. Есть опция, тоже в приложении она указана, как она называется, такая длинная опция, в которой можно указать количество слейвов, которые должны вернуть ответ. Проблема-то в чем? Проблема тут есть в том, что будет, если мастер не дождется ни одного ответа. На мастере есть тайм-аут, сколько он будет ждать максимальное время. Когда этот тайм-аут истечет, он просто почти молча станет асинхронным. Если вы не проверяете ворнинги в вашем приложении, или если вы не смотрите в error-лох, вы просто заметите, что неожиданно ваше приложение вдруг стало получать ответы от базы сильно быстрее. И вы не узнаете о том, что у вас на самом деле асинхронная репликация, а не семисинхронная. Причем, когда, если, допустим, какой-то слейв потом пришлет ему ответ, мастер опять станет семисинхронным, и опять ваше приложение начнет работать медленнее. Что еще нужно знать? Репликация на MySQL логическая. Это значит, мастер получает изменения, передает движку, табличный движок пишет в таблицу, передает управление на уровень выше, на уровень SQL сервера, мастер пишет в бинарный лог, и потом это все дело синхронизируется. То есть в чем здесь проблема? Проблема в том, что у нас есть данные пишутся в табличный движок, и данные еще пишутся в отдельный лог. И плюс после этого они еще ждут, когда они оба синхронизируются, чтобы не было такой ситуации, что сервер, допустим, упал, данные есть в табличном движке, но нет в бинарном логе. Правда, вот эту синхронизацию можно отключить, но не нужно. В отличие от физической репликации, которая копирует данные только из логов табличного движка. Плюс у этой репликации то, что вы можете спокойно делать все, что угодно на слэве. У вас может быть таблицы другой структуры, у вас могут быть совершенно разные данные, вы можете его модифицировать, то есть вы никаким образом не привязаны к этому, и у вас есть масса способов прострелить себе ногу. У слэва есть два типа потоков. Вообще до версии 5.6 это было два потока, и давайте пока это просто говорит, что это два потока. Это IO-трет читает с мастера и сохраняет данные в релей-лог. И SQL-трет, который читает из релей-лог и потом исполняет. Вообще то, что это два потока, это основный источник проблем с производительностью на слэве, потому что мастер обновляет все данные, он обновляет в несколько потоков. У вас несколько клиентов сразу пишут файлы таблиц на мастере. У слэв же читают все это в один поток, и у вас даже будет какое-нибудь мощное оборудование, несколько ядер процессоров, это использовать никак не сможете с одним потоком. Для отладки это наоборот плюс, потому что с одним этим потоком у вас нет никакой конкуренции, у вас SQL-трета не будут вызывать дедлоги, у вас не будет проблем с каким-то, может быть, они просто будут у вас записаны, как они записывались по порядку на мастере, и так они будут выполняться на слэв. И если у вас какая-то там, простим, проблема, вы можете просто посмотреть и запустить эти запросы и что-то решить. Но проблема со скоростью, она остается. В 5.6 решили эту проблему таким образом, что SQL-третов стало… появилась возможность, что их может быть много. Это указывается по умолчанию, это опять-таки один трет, но вы можете указать их несколько. С точки зрения отладки, что у нас остается? Что IO-трет все равно один. То есть, в принципе, скорее всего, вы не упретесь в эту проблему с точки зрения производительности, потому что данные передаются по сети, сеть медленнее все равно чтение с диска, но тем не менее, если у вас почему-то, например, вы остановили репликацию, у вас очень много… остановили SQL-треты, и очень много у вас сохранилось релей-логи, и у вас придется читать из одного файла все равно. Соответственно, релей-лог тоже один раз, а IO-трет один. И с SQL-трет все равно может отставать… Вообще, если по опыту люди, которые переходили на многопоточный слейф, как правило, проблемы с отставанием от мастера решались. Чисто теоретически можно сделать на мастере такую нагрузку, что слейф все равно будет отставать от мастера, и по этим причинам архитектура. Ошибка одного потока в случае мультипоточного слейфа, она останавливает их все. И это логично, потому что непонятно, что делать дальше, как должно привести себя приложение. Момент еще такой, что в 5.6 вы можете вот эти несколько потоков… Вы должны использовать разные базы данных, разные схемы. В версии 5.7 это исправлено, и у вас есть выбор, либо каждый поток будет обновлять свою базу данных, либо будет использован алгоритм Logical Clock, который устраняет это ограничение. Да, еще про несколько сквелл-потоков. Там момент такой, что нельзя регулировать… То есть вы можете сделать параллель с слейф-воркерс, вы можете ее сделать, допустим, какое-то число, допустим, 16 по размеру ядер. А вот реально работать с сквелл-трейдом у вас может, например, 8. И это не совсем регулируется. То есть обычно, когда вы запускаете этот слейф, он начинает стартовать с одного, потом в какой-то момент их становится 2-3, пока они все не задействованы. Но вот как-то самостоятельно это регулировать невозможно. То есть это все автоматически делается. В версии 5.7 возможно быть несколько мастеров. То есть мастер — это что такое? Это несколько наборов релайлог. То есть каждый мастер имеет свой набор IO-трейдов, свой набор SQL-трейдов. То есть это несколько наборов релайлог. Вот сколько мастеров, столько релайлог. Несколько IO-трейдов и несколько SQL-трейдов. И вот это слейф-параллел-воркерс для каждого канала. То есть если у вас, допустим, слейф-параллел-воркерс равно 8, а мастеров, допустим, 4, то у вас будет 4 IO-трейда и 38 SQL-трейдов. Каналы независимые. Это значит, что ошибка на одном остановит только его. И также это значит, что одноименные объекты могут вызвать конфликты. Причем использование, допустим, Global Transaction ID тут не поможет, потому что Transaction ID все время будет разное. Поэтому лучше как-то, ну, как и мне кажется, что лучше делать мастеров хотя бы на разные базы или хотя бы на разные таблицы. Хотя я делала в субботу, в воскресенье мастер-класс по отладке производительности MySQL, и мне сказали, что надо в одну таблицу с нескольких мастеров писать. Это есть такие юзкейсы. В общем, первый раз мне как... Я не захотела, чтобы все повально обновились на 5.7. Также репликация в MySQL бывает позиционной. Это значит, что вам нужно указывать при старте позицию бинарного лога на мастере и его название. И с точки зрения отладки, это значит, что событие выполняется по указателю позиции. То есть если вы ошиблись, у вас выполнится не то же самое событие. Но в то же время, если у вас, допустим, репликация встала из-за ошибки, вы можете легко его пропустить, сказав set global skip slave transaction равно сколько событий вы хотите пропустить, либо просто указав номер новой позиции в бинарном логе. Но точно так же легко переместить указатель в прошлое, например, случайно, допустим, криво написав файл овер, выполнить одну и ту же транзакцию сто раз. Это все возможно. MySQL никаким образом о вас тут не заботится. То есть это все на уровне действия пользователей. Проверок никаких нет. Чтобы вот эту проблему решить, была придумана глобальная идентификатор транзакции. То есть что это такое? Каждая транзакция получает свой номер. Global Transaction GTID. Стартуете вы ее, то есть вы уже не заботитесь ни о бинарном логе, ни его позиции, не считаете транзакции. Это вы просто ставите автопозишн и стартуете. То есть не нужно указывать ни бинарный лог, ни позицию. С точки зрения отладки тут есть такой момент, что, например, если у вас, во-первых, вы можете не заботиться, если у вас один мастер, конечно, не можете не заботиться о том, что у вас одна и та же транзакция будет выполнена дважды. Она не будет. В любом случае, если вы пытаетесь это сделать, она будет завершиться с ошибкой. Но когда это приходит по каналу репликации, слейф ее просто пропускает. Соответственно, файловер реализовать очень просто. Например, команда Oracle, которая делает MySchoolUtilities, у них утилита MySchoolFallover, она работает только, если мастер и слейф используют GTID. Потому что Oracle выгодно, чтобы все использовали GTID и не реализовывать. Ну и это, на самом деле, очень проще. Но есть нюанс, что если у вас какая-то, например, ошибка, вы хотите пропустить транзакцию, это уже сделать не так просто, что set.trx. Это надо набрать несколько команд, которые выполняют пустые транзакции с указанными номерами. Для того, чтобы это сделать проще, я рекомендую использовать утилиту из пакета того же MySchoolUtilities. Называется MySchoolSlave.trx, которая наберет все эти команды за вас. Но, в принципе, вот такая есть особенность с GTID. Есть еще одна особенность с GTID. То, что вы должны, если вы используете expire log days, вы должны быть уверены, что есть все бинарные логи на случай какой-то проблем с репликацией. Потому что очень часто есть случаи у клиентов, когда они пытаются восстановить репликацию. То есть у них, допустим, репликация ломается, потом проходит какое-то время, почему-то они ее чинят не сразу, а через несколько дней. За это время уже логи заэкспайрились. И в случае с GTID там немножко сложнее. Не знаю, там есть люди, которые говорят, вот нам эти данные не нужны, мы просто хотим стартовать репликацию. Но так нельзя с GTID сделать. То есть это важно. Это не формат репликации, это формат бинарного лога. Он бывает либо statement-based. Это вообще формат, который использовался с самых первых версий MySQL. И до версии 5.1 он пишет запросы. То есть клиент шлет запрос, SQL-запрос. Бинарный лог пишет set timestamp, то есть время, когда был выполнен запрос этот. Сохраняет сессионные переменные. И пишет сам запрос, вот как он был послан с клиента. Значит, есть тут такой нюанс, что несмотря на то, что он сохраняет сессионные переменные, и многие встроенные функции у вас будут работать так, как надо, и возвращать одно и то же значение. Но не многие, скажем так, некоторые. Но другие встроенные функции, и уж точно все ваши сторид-функции, которые не детерминистик, и UDF, они тут могут возвращать непредсказуемые значения на слэве и привести к несовпадению данных между мастером и слэвом. Для того, чтобы решить эту проблему, был изобретен строковый формат бинарного лога. То есть он выглядит так, что клиент посылает запрос, в бинарный лог также пишется timestamp, также пишутся сессионные переменные, но пишется в бинарном формате строка до того, как изменение было сделано. И потом строка с изменениями. То есть получается, что вы, во-первых, чаще всего, кто пишет очень длинные запросы на… А у кого есть таблицы с большим количеством строк или со строками, допустим, с текстовыми полями? Ну, рук почему-то не все. Есть люди, у которых нет ни того, ни другого, но людей, у которых таблицы, вот их больше. И получается, что вот эта вот огромная строка, она по умолчанию, она пишется до изменений и пишется после изменений. То есть если у вас там, может быть, medium текст, он у вас запишется, а вы изменили числовое поле, запишется после. Чтобы с этим побороться, был придуман формат бинарного лога, такая опция. Ее можно сделать в minimal, когда пишется только изменившиеся поля. То есть если вы изменили числовое поле, вот оно будет записано в строке только первичный ключ и числовое поле. Если вы изменили, там, значит, если вы изменили там два поля, будет два поля и первичный ключ. Есть формат full, но full. Это вот такое, как здесь показано на этом слайде. Есть еще формат full, но blob. В этом случае будет записан первичный ключ, все поля, кроме полей, которые large object. То есть это текст, medium текст, large текст и, соответственно, blob, medium blob, large blob. Еще такой момент, что если у вас нет определенных первичных ключей в таблице, то в принципе все равно происходит поиск по первичному ключу, и поэтому если у вас этих ключей нет, то у вас может репликация немножко подтормаживать. И в старых версиях еще были баги, когда были проблемы с совпадением данных, но эти баги, насколько я знаю, исправили, я давно их не видела. Да, еще есть формат mixit, который первоначально по умолчанию пишет в формате statement, и если statement не save, это такой термин, то есть, где там есть недетерминистик функция, например, или insert ignore, или limit без order by, он тогда пишет его в формате строкового. Какие основные инструменты есть для отладки репликации? В первую очередь это лох ошибок. Лох ошибок вообще это инструмент отладки всего. В случае репликации у него есть там, он пишет, когда slave стартует, когда slave треды совершают свою работу штатно и нештатно, и также пишет все ошибки, которые репликация поймала. Есть на slave тоже show slave status, это команда, которая вводит все состояние репликации. Это первая команда, которую вы должны набирать, если у вас какие-то проблемы с репликацией. Что хорошо в этой команде, она сразу выводит всю диагностику slave, всю его конфигурацию, конфигурация IO-треда, конфигурация SQL-треда, состояние IO-треда, состояние SQL-треда и также информация об ошибках. В одном месте, в одном выводе одной строкой, которую можно вывести вертикально при помощи опции обратный слэш большая G. Но это такой вывод не очень удобно с ним работать не человеку, а машине. В версии 5.7 появились таблицы performance schema. Они почти всю информацию содержат, что есть show slave status, но они содержат на каждую IO-конфигурацию, есть своя табличка, на SQL-конфигурацию есть своя табличка, также на SQL-status, iOS-status. Описание этих инструментов с примерами есть в приложении. Скачаете слайды, вы увидите примеры, что это такое. Системная база MySQL нельзя приберегать на слэйве для отладки. Конфигурация слэйва может храниться либо в файлах, либо в таблицах. В таблицах она как бы crash-save, потому что это используется in-db таблицы и она transactional. То есть это сейчас рекомендованный способ хранения конфигурации слэйва. Другой вопрос, что встречаются баги с этим системой хранения. на мастере же команда есть сейчас извините есть команда showmasterstatus, которая покажет позицию бинарного лога, имя бинарного лога. Если вы использовали фильтры binlog.db или binlog.ignore.db на мастере их покажет. Команда showbinlog.events покажет то, что содержится в бинарном логе. То, что содержится в бинарном логе, по умолчанию длинный вывод, по-моему, первого доступного лога, но можно указать какого и с какой позиции. И команда myschoolbinlog показывает более она просто читает бинарный лог, это утилита команды строки начинает читать бинарный лог и представляет формат в текстовом формате. Причем, если вы используете raw-based формат, у вас она выведет такое hex value для закодированной value строки. для того, чтобы оно было раскодировано, надо использовать опцию verbose, и тогда получится, это будет, правда, не тот запрос, который был реально послан, но это будет запрос, как бы, вот это raw-event, оно будет сконвертировано в запрос человека понятный, который вы можете посмотреть глазами и понять, что там происходило. Percona Toolkit, там есть основные три утилиты, которые можно использовать. Это PT онлайн, PT table checksum, который соединяется с мастером и слэйвом и проверяет насколько, то есть есть ли разные данные в таблицах, PT table sync, который синхронизирует, и PT slave find, по-моему, который показывает топологию репликации. MySQL утилиты, самые главные утилиты из MySQL утилитис это MySQL slave TRX, который вам поможет пропустить транзакцию, если у вас какая-то проблема с global transaction ID. И также есть утилиты, которые сравнивают структуру баз, сравнивают объекты в базе. Они несколько менее мощные, чем утилиты из Percona Toolkit, но у них есть свои интересные юзкейсы. Помимо репликации, еще у них интересные юзкейсы, что их можно на одном сервере делать, когда Percona Toolkit инструменты нельзя. И плюс есть утилиты, которые проверяют топологию репликации, показывают опции, которые имеют отношение к репликации. Окей, особенности, итоги. репликация MySQL всегда доступна, но требует настройки. Она синхронная. Мастер хранит данные в двух форматах, в бинарном логе, в двух форматах, либо row, либо statement. У слева есть IO3, который реплицирует все данные с мастера в relay лог, и SQL3, который исполняет все обновления, которых может быть несколько в 5-6, и несколько таких наборов может быть в 5-7. И также есть Global Transaction ID версии 5-6 и выше. Давайте приступим теперь к более практической части. Проблемы мастера. Какие же у нас проблемы мастера? Вообще я делю все группы проблем на две. Проблемы поведения и проблем производительности. Проблемы производительности у мастера происходят из-за следующих вещей. Первое – это более активная запись, то есть мастер пишет не только файлы движка, но пишет и бинарный лог. Для того, чтобы уменьшить эффект этого, используйте binlog в случае row-based формата, используйте binlog row-image, full, minimal и no-blob. То есть значение по умолчанию это full, это когда пишется сначала строка до изменений, потом после изменений. Minimal это только измененные строки, no-blob. то же самое, что full, но без текстовых полей и без large-object есть такая переменная binlog cache-size и binlog statement cache-size. Что это такое? Это баферы, куда… Я рассказывала про синхронизацию между табличными движениями. Пока до того, как не произошла синхронизация, транзакция пишется вот такой в memory буфер, а нетранзакционный запрос пишется вот в этот буфер. С ними бывает проблема, что по умолчанию значения обычно подходят для большинства ворклодов. Но вот если у вас большие транзакции, имеет смысл увеличить вот эту перемену. Если у вас большие запросы, имеет смысл увеличить или запросы, которые меняют много строк, имеет смысл увеличить вот эту переменную. Чтобы понять, что они нужны в увеличении, надо смотреть опции это по show global status, либо в версии в 5.7 в performance scheme вы можете смотреть конкретно по тредам. В принципе, я думаю, глобальные перемены тут имеет смысл просто смотреть. То есть show global status, наблюдайте binlog cache disk use и binlog statement cache disk use. Опять-таки, ключевое здесь слово disk. Синхронизация. Синхронизация отвечает опция binlog sync. По умолчанию она равна единице. Это значит, что мы совершаем после того, как мы делали запись в бинарный лог, мы принудительно системе говорим его синхронизировать на диск. Если ее можно не изменять, на самом деле это не совсем правильно, я сейчас поясню. По умолчанию это делается в каждую транзакцию. Причем оно по умолчанию делается в 5.7. До этого это не делалось. До этого умолчание было другое. Binlog sync равнялось нулю. Что это означало? Это означало, что после того, как произошла синхронизация, MySQL не говорила о системе делать в sync и отполагался на операционную систему, когда она решит, или файловую систему, когда они решат это сделать. Сейчас можно сделать binlog sync, опцию не, допустим, если вы почему-то для вас это как-то, вы можете потерять больше одной транзакции, вы можете указать, допустим, 10 транзакций, если вы можете безболезненно потерять 10 транзакций. Когда они теряются, теряются, если, допустим, происходит crash MySQL сервера, у вас эти транзакции потеряны, остаются в табличном движке, но их нет в бинарном логе. Поведение. Поведение, как я уже говорила, время жизни xpire log days. С одной стороны, без xpire log days жить тяжело, потому что бинарных логов становится много, и они используют дисковое пространство. С другой стороны, xpire log days должно стоять таким образом, чтобы у вас… На самом деле, правильный ответ – это делать регулярные бэкапы и копировать бинарные логи. И сделать xpire log days таким образом, чтобы у вас не было такого периода, что у вас есть логи такие-то в бэкапе, логи такие-то на сервере, а вот каких-то ряда логов нет. Лучше, чтобы немножко перекрывались, то есть вы немножко потратите лишнего дискового пространства, зато вы сможете в любом случае восстановить репликацию и сделать point-and-time recovery. Для копирования бинарных логов есть такая опция у MySQL binlog утилити, она доступна в 5-6 и выше, raw. Вы должны его поставить на отдельном сервере и написать MySQL binlog read from remote server raw stop never и куда-то там сохранять, и оно начнет сохранять логи с мастера. Это можно использовать для бэкапа. Почему это лучше, допустим, read-only slave, то что вы не выполняете SQL, вы копируете только логи, но и хуже это опять-таки ход стендбая, то что если вы захотите сделать, допустим, у вас что-то случится с мастером, вам эти бинарные логи придется накладывать. В любом случае надо бинарные логи, чтобы они не было пустого, то они восприлили либо в бэкапе, либо они у вас были на мастере. Синхронизация. Также из-за синхронизации statement-basement replication, это такое сокращение, жаргон, она несовместима с transaction isolation level read committed and read uncommitted, то есть если вы используете эти transaction isolation level, у вас только один вариант, используйте raw-based репликацию. Порядок записи в бинарный лог, вот есть нон-детерминистик события, ой, извините, нон-детерминистик события, такие как insert-ignore или limit безorder-by, вот эти все события, они в случае statement-based, они могут быть записаны и не то есть могут быть реплицироваться, могут результаты реплицироваться на slave не в том порядке. Есть еще такие моменты, как locky, locky в n-a-db, как gap locking в n-a-db для автоинкремента, то есть по дефолту умолчание, сейчас умолчание стоит save-опция, но для ускорения работы, некоторые делают не save и получают неправильный порядок записи на slave. какие проблемы у slave iotred у slave от iotred в общем-то основные проблемы, так как это он читает, у него сеть. Во-первых, диагностика, это show slave status, вот мы видим, что статус slave iotred в то время статус slave SQL может быть yes, то есть у нас рабочий slave, но почему-то iotred не работает, и видно, что мы видим ошибку, что произошла ошибка 1045 к мастеру, и slave пытается, по-моему, пересоединиться. Ту же самую информацию можно найти в performance schema, replication, конечно, статус таблица, но там не будет информации остальной. И в ошибке, в логе ошибок видите, их несколько таких ошибок, это значит, что slave вот есть вот эта опция, это можно сколько раз попытаться, то есть это конечно регулируется опция номер вот этих попыток, он делает одну попытку каждый ретро-тайм, каждый 60 секунд он делает попытки пересоединиться. Как понять вообще, что произошло? Для того, чтобы понять вообще вот этот криптик, ошибка 1045, есть утилита, называется p-error, она идет с стандартной поставки с MySQL, и можно посмотреть, что это ошибка доступа и соответственно если у вас будет какая-то другая ошибка, вы увидите расшифровку для другой ошибки. Как это, вообще, что делать с ошибками доступа? С ошибками доступа slave.io3 это вообще обычный клиент MySQL, поэтому надо просто взять обычный MySQL из машины, на которой у вас есть slave, пытаться сконнектиться с мастером, использовать те же параметры, что вы использовали в change master. В данном случае я тестирую на локальном сервере, поэтому у меня 127.0.0.1, у вас, наверное, будет какой-то другой номер. То есть я вижу, опять-таки, что у меня ошибка access denied, и, соответственно, надо идти на мастер, смотреть грант таблицы, таблицы, смотреть вообще, что там такое. Вот, например, я зашла на мастер, посмотрела show grants, я вижу, что тут есть грант только select, но нету доступа replication slave, поэтому достаточно просто решить эту ошибку. Ну, соответственно, исправьте привилегии на мастере, перезапустите репликацию. Производительность сети и также как бы другие проблемы с сетью производительность. Производительность в смысле имеется в виду, сколько по времени занимает передача данных коммуникации между мастерами с лейвом. Но тут ничего такого специфичного для репликации нету, поэтому я не буду, извините, застрять тут внимание. Это обычные методы, опять-таки, отладки. Их очень, опять-таки, удобно проверять с клиентом командной строки, посмотреть, как он себя ведет или с каким-то, можно написать, приложением, которое будет делать нагрузку на сеть. И я делала для Аперкона серию трабл-шутинг-вебинаров. Можно подробно посмотреть, как я про это рассказывала, в принципе, про эти методы. Окей, какие проблемы бывают на SQL-трейде? SQL-трейде вообще есть два основных таких топологии. Простая, это один мастер, один слейв. Какие тут бывают проблемы, что бывают разные данные на мастере и слейвы. То есть, слейв не может выполнить ивент из релейлога, потому что ивент этот ожидает, например, одного первичного ключа или одного, допустим, уникального, unique constraint, но на слейве там практически другие данные. Есть такая опция еще разной ошибки на мастере и слейве, особенно замечательная ошибка, что на мастере у нас замечательное такое сообщение, что на мастере у нас такая эта ошибка, а на слейве ошибок нет, поэтому репликация у нас остановилась. Встречали такое? Или слейв сильно отстает от мастера. В случае круговой репликации или какой-то любой другой дополнительной записи к дополнению SQL-treat, в принципе, тут все то же самое, но разные данные, их немножечко надо... То есть, в принципе, они отлаживаются одним и тем же способом, но тут, допустим, вот сюда прибавляются больше вот эта топология, как надо думать, как могли вот эти разные данные могли попасть из топологии, которая вот здесь вот этой сложно сделана. Значит, разные данные, вообще такой чек-лист. Первый вопрос. Таблица менялась ли вне репликации каким-то вашим приложением? Ну, это, в принципе, нормально ее менять? Ну, не то, что нормально. Нерекомендуемая практика, но все ее используют. Многие, то есть, ну, надо посмотреть, надо посмотреть, что она действительно безопасно меняется, что там, ну, вот это классический случай, описанный в мануале с автоинкрементом, с какими-то другими полями уникальными. То есть, надо все это посмотреть. Каким образом мог возникнуть конфликт с обновлениями на мастере? Идентична ли структура таблиц? Можно посмотреть вот структуру, вот только структуру можно посмотреть MySchoolDiff утилитой, она только структуру сравнивает. А вот данные в таблице еще можно посмотреть вот перко на 5-table чексум утилитой, но можно вот этой вот MySchoolDB Compare. Я рекомендую 5-table чексум, потому что она сравнивает данные в чанках, и это меньше нагрузки на сервер. А MySchoolDB Compare, она просто делает чексум тейбл, и это не совсем может быть то, что вы хотите сделать на большой таблице. Обновление в неправильном порядке. То есть нужно посмотреть, есть наверное наоборот пункты, логика приложению на мастере, грубо говоря, оценить ваше приложение, то есть вы знаете, как оно работает, оценить приблизительно, что может вызвать эти конфликты, и проверить, удостовериться, либо, если не знаете, посмотреть в MySchoolBinlog в каком порядке идут записи. Потому что следующее, мы сейчас будем говорить про SBR особенности. Давайте про SBR. Обновления в неправильном порядке, да, вот эти обновления в неправильном порядке, они, во-первых, бывают чаще всего только, ну, не то же всего, они бывают только при statement-based репликации. Вот классический случай, это блокировки на уровне строк, и, допустим, обновление несколькими тредами одной и той же таблички, одной и той же таблички, и вот была проблема со старым значением inodb-auto-inc lock-mod, когда не гарантировалось, когда данные реплицировались на слейд с разным ID, с разным ID, генерированным автоинкрементом, и после этого при обновлении таблицы могла возникнуть уже ошибка, которая остановит репликацию, даже если казалось, что это неважно. но при умолчании при NF-DB inodb-auto-inc mode, по-моему, единица по умолчанию этого не произойдет, но часто иногда меняют его на другие значения, на другие значения, менее safe, и надо, если вы это меняете, то есть вы получаете выигрыш скорости, но надо понимать, что риск такой есть. Триггеры. Триггеры. Это классическое вообще. Триггеры очень часто это причина вот этой ошибки, когда на мастере была ошибка, а на слейве нет, особенно если триггеры почему-то используют нетранзакционные таблицы. Что делать с ними, с триггерами? Самый простой способ починить это пропустить транзакцию, либо sets global слейвский скаунтер, если вы не используете global GTID, либо пропустить транзакцию GTID, потом синхронизировать таблицы, ну и как-то аккуратнее быть с триггерами SBR, может быть, перейти на raw-based формат. Кто-нибудь использует, я не знаю, 5.1? Уже нет, да? То есть все используют что-то 5.5 или выше? Отлично, не читайте это, это уже неправда, потому что на 5.1 была такая ситуация, я показывала про то, что хранится в случае statement basement, там хранится timestamp и хранятся опции сессионные. И вот дело в том, что они хранятся, они хранились не все. И были баги, когда просто люди говорили, вот у меня там SQL-мод менял на данные слейвы. То есть они, по-моему, 5.5 таких багов нет уже, но встречаются люди, которые используют совсем старые версии, поэтому я это решила здесь. Слейв отстает от мастера. Опять-таки мы в основном в общих чертах это говорили, то есть проблема в том, что мастер выполняет обновление в несколько потоков, а слейв использует один, либо если он использует не один, все равно там есть некоторые ограничения. Как это выглядит? Выглядит что seconds behind master увеличивается, но на это нельзя однозначно полагаться, почему? Потому что это какой-то estimate, допустим, если часы на мастере и слейве как-то не так работают, то есть это можно либо либо часы на мастере как-то рассинхронизировать, либо еще бывает так, что какой-то запрос, например, на слейве длинный, слейв может делать неправильное предположение, сколько он будет выполняться. На что можно полагаться? Можно полагаться, что в show-slave стейтусе есть информация о бинарном логе, который сейчас данные выполняются, и бинарном логе, которого читает IO-log, и их позиции. Вот эти позиции можно сравнивать, но опять-таки вы не узнаете время в таком случае, потому что все равно вам придется делать самим estimate. Еще можно сравнить show-master статус, чтобы сравнить, как IO-3 отстает. Надо что с этим делать? Это настраивать производительность слейва, то есть по возможности мультитредит слейв, но могут возникнуть проблемы правильного выполнения между потоками слейва, потому что они начинают тут же шарить ресурсы, причем это может быть не те проблемы, которые управляемы, то есть достаточно репликации слейв достаточно умной, чтобы дедоков между потоками сделать, он не будет это делать, но может быть такое, что запись на диск увеличится, будет какая-то multivitics contention, потому что их будет просто больше, то есть это должно соответствовать вашему оборудованию количества этих потоков. Если вы используете statement-based replication и используете update сфера клауза, то есть там имеет смысл сделать индекс, опять-таки использовать, посмотрите по explain, поможет ли это вашим апдейтам, но может помочь. Либо не делать индексов на слейвах, если это standby, опять-таки если это standby, то они должны быть одинаковые, но если как в каком-то варианте. Многопоточный слейв, какие с ним проблемы? Проблемы с ним в общем-то такие же, как и однопоточного, только единственный нюанс это единственный релей лох и соответственно скорость, которая высокая конкурентность среди, она все равно может проседать по сравнению с мастером, просто потому что много SQL трейдов они читают из одного файла. слейв параллел workers это опция, которая устанавливает количество потоков и слейв параллел type вот версии 5.7 и выше можно использовать либо database, когда каждый поток будет работать с одной базой, либо logical clock, когда будет использоваться внутренний алгоритм, который будет позволит использовать одну базу нескольким SQL трейдам. Неправильные методы это те же самые методы, что для поточного, но опять-таки вы должны обращать внимание на методы, на проблемы, которые возникают в конкурентной среде, потому что на поточном у вас проблем с конкурентной средой не было. Если много поточного у вас есть, и опять-таки вот эти все non-deterministic, non-save стейтменты, они могут неожиданно вылезти именно в многопоточном сливе. Ошибка одного трейда останавливает все. Можно пример как раз performance schema, replication, я специально такие разные инструменты взяла для иллюстрации, applyer status by worker. Applier это такое название из колл-трейдов performance schema, почему-то назвали applyer. Worker это их несколько, для каждого из них есть информация. Поэтому видно, что у него нет ошибки, поэтому видно, что у него есть ошибка. Worker 2 file executing transaction, можно при помощи утилита PROR посмотреть, что этот номер 1032 значит, и в логе ошибок посмотреть ошибку. Multimaster, то есть тут достаточно короткий слайд, репликация должна быть настроена для каждого канала. Можно одновременно использовать мастера с global transaction ID и без, но естественно слайд должен стартовать с опции GTID. В общем, может создать много головной боли, но те же проблемы и решения, что и в случае обычной репликации, но единственное, вам нужно помнить о том, что как-то их разводить мастера, то что слайд совершенно не заботятся о том, чтобы они не конфликтовали их изменения. Фильтры, да, вот это интересный момент, фильтры, они применяются одновременно для всех каналов. Это что значит, если у вас есть фильтры на слайве, это replicate ignore DB, replicate do DB или wild их версии, они применяются для всех. То есть нельзя так использовать, например, нельзя распараллелить репликацию например, спиркон и extra DB кластера с одной ноды копировать допустим одну базу с другой ноды с другую базу нельзя, потому что фильтры применяются для всех каналов и вы не сможете таким образом это разделить. То есть у вас должны быть объекты с разными названиями на всех мастерах. итоги. Итоги мастера те же самые, что и для обычного сервера без всякой репликации, но он единственное больше пишет и больше проверяет и больше синхронизируется. Слейф IO3, у него это обычные проблемы с сетью и решаются таким же образом. Для тестов удобно использовать MySchool Command Line клиент, просто потому что вы в нем лучше увидите в чем ошибка. В случае SQL треда это обычные проблемы при выполнении запросов. Это обычные проблемы те же самые движка, которые у вас есть на любом сервере. И в любом случае это меньше потоков выполнения, чем на мастере. Больше информации, где можно на ссылки на траблшутинг вебинар. Это Basic Techniques. Я когда говорю, что это обычные техники, это я отсылаю вот к этому. Траблшутинг Hardware Resource Usage это для нетворкинга, для проблем с сетью, там и проблем с оборудованием. Introduction to Storage Engine Troubleshooting вебинар это типичные проблемы с движками. Percon Toolkit MySchool Utilities это где документация где можно скачать эти наборы. Книга MySchool Hire Mobility Чака Белла Ларса Талмана и Мат Скиндала это репликейшн тима Oracle. Она из двух частей. Она чем цена? В ней описаны мультимастер, сложные репликейшн сетапы и описаны грабли, по которым людям ходят и как их избегать. Они много уделяют фабрик, они работали над фабрик, там у них очень большая фабрик часть, но самая ценная часть это грабли, по которым люди ходят и как настроить так, чтобы по этим граблям не ходить. И MySchool Replication Team Blog, где пишут о том, как они работают над репликацией. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Добрый день. Я не знаю, хорошо это или плохо, но к счастью, нет, или не к счастью, все проблемы с репликацией у меня пока сводились к крэшу мастера или слева. Это может быть омкиллер или просто сервер упал. И если мастер упал, то репликация легко восстанавливается указанием нового файла. А если упал slave, то у меня пока еще ни разу не получилось вернуть репликацию, кроме как просто заново выкачать весь датасет. То есть раза четыре я пробовал сказать себе нет, в этот раз я все ошибки пропущу корректно, восстановлю консистентность, все будет хорошо, но не получалось. Чаще всего эти ошибки были связаны с таблицами, либо у которых нет автоинкрементного поля, либо на таблицах, которые используют триггеры. Скорее всего проблема где-то в консерватории и можно сделать что-то у себя изменить так, чтобы таких ошибок больше не было. Вот в чем может быть проблема? А движки у вас транзакционные? Да. То есть и на DB там или да? Ну и ошибки у вас именно у SQL-трейда, у IO-трейда ошибок нет. Это ошибки, попытка удалить то, чего нету, или duplicate key? Или duplicate key. И в случае крэша именно слейва. Ну это надо, честно говоря, извините, вот так вот, просто надо смотреть ваш лох ошибок, потому что то, что привело к крэшу слейва, скорее всего каким-то образом. То есть если, допустим, там data corruption, то в этом ничего удивительного. Если там что-то еще надо начинать с просмотра внимательного чтения error log и смотреть, что привело к крэшу, а потом уже смотреть, что происходило на слейве до, что могло вот так вот изменить данные. Я хотел спросить насчет мультимастер для слейва. А может быть, можно ли сделать при этом слейв самим мастером? То есть как вот кольцо мастеров, допустим, из четырех. Можно, да. Да, можно. Если приложение будет без проблем с уникальными, какие еще могут быть подводные камни? Подводные камни то, что вы таким образом все, у вас больше шансов повредить данные апдейтом не из того мастера, не из того слейва. Я не знаю, в каком плане апдейтом не из того мастера. То есть все мастера пишут на все мастера. Допустим, четыре мастера и они обновляют друг друга не в кольце, а прямыми. То есть вы так сейчас начнут четыре мастера, они пишут. Ну, как бы, опять-таки, если у вас обычная круговая репликация, если вы, допустим, эти мастера обновят один объект, то есть у вас будут какие-то проблемы. А так у вас четыре мастера, у вас в четыре раза больше шансов получить эту проблему. Хорошо. Нет, если это на приложение разрулить, то они пишут совершенно разные вещи. Ну, в принципе, можно попробовать. Рабочая модель. Почему нет? Спасибо. Вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Здесь? Здесь. Здесь. Скажите, вот про галеру репликацию как-то мало осветили. Про галеру репликацию я не освещала, потому что это совершенно отдельный продукт. То есть начнем с… Они у них, во-первых, там и свой лог, куда они пишут изменения, и для нее это должен быть отдельный вебинар. Понятно. Спасибо. Еще один такой вопрос здесь. На слейве каким образом при репликации отрабатывают триггера, если они есть? А если это raw-based репликация, они… если у вас они не отрабатывают? Если это statement-based репликация, это таким же образом, как если вы запускаете запрос. То есть вы запустили запрос, триггер сработал. Ну, так получается, когда на мастере уже отработал триггер, данные же тоже меняются? Ну, опять-таки, для вас… То есть мы получаем двойное изменение? Нет, мы не получаем. Если в случае raw-based репликации триггера не отрабатываются. А в случае statement-based репликации мы не присылаем то, что trigger отработал в binary log, мы пишем только сам запрос. То есть у вас может быть триггер на мастере, не может быть триггера на слейве. Или, допустим, не может быть триггер на мастере, а может быть триггер на слейве в этом случае. А если там и там триггера? Ну, на мастере отработает триггер, что-то изменится, но то, как работал мастер на триггере, у вас будет сообщение только там, если он с ошибкой завершится. Оно не пойдет в raw-based, потому что у вас statement-based включена. А с raw-based пойдет просто изменение, и там не будет… То есть, в принципе, мы получим ошибку таким образом. Не почему. Не обязательно, в зависимости от того, как вы триггеры напишите. Если они одинаково написаны и на мастере, и на слейве. Если они одинаково написаны на мастере, и на слейве, и вы используете statement-based репликацию, у вас будет запрос на мастере, он выполнится на таблице, вызовет триггер, триггер выполнится, и запрос, который первоначально вы прислали, он запишется в binary log, когда слейв его прочитает. То, что записал там триггер, в binary log не окажется. И то, что записал слейв, соответственно, прочитает этот запрос оригинальный с мастера и что-то с ним сделает. Если у вас все идентично, оно должно быть идентично. То есть получается, когда на слейве произойдет вот эта запись, на слейве точно такой же триггер на обновление, если стоит. Да, да. Он же тоже отработает, получается. Да, должен, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое за интересный доклад. У меня есть такой вопрос по репликации из практических ситуаций. MySQL 5.6 GTID репликация. В какой-то момент на слейве IOTRED работает, SQL thread практически стоит. Соответственно, растет second behind. С чем это может быть связано? Куда смотреть? Show process, лист не показывает никаких хинсортов, никаких локов, ничего. Что это может быть? Сейчас, минуточку. У нас просто следующий докладчик. Я хочу показать, что слайды будут на сайте конференции слайдшера. И вот кто скачает, там будет приложение. Да, пожалуйста, передержи. Подсоединяйся. Значит, такая проблема. Слейфа, SQL thread у вас один. По-моему, да. В общем, штатная ситуация, это что-то он выполняет такое большое и сложное. Но оно, как правило, тогда отображается в show process list. Допустим, я не знаю, какое-то длинное-длинное-длинное обновление. Пусто. В том-то и дело. В show process list пусто. Запросов активных нет. Только select. Ни никаких инсеттов, никаких апдейтов, ничего нет. И статус вот этого SQL 3 там какой? Yes. Нет, я имею в виду в процесс листе. Что он делает там непонятно, да? Не могу сказать. Ну, в общем, это может быть баг, и я даже, в общем-то, что-то подобное слышал. Какая версия? 5-6 из последних. 5-6 из последних. Нет, вру, не из последних. Последний раз ситуация была где-то с полгода назад. После этого обновлялись. То есть 5-6 вот на полгода назад. На полгода назад. Ну, в общем, смотрите сейчас. Вот, в принципе, если вы ничего там не видите, то может быть и баг. так, смотрите на… Да, но есть еще, может быть, такой момент. Конечно, если у вас там какой-то огромный стейтмент, может, он его читает. Может, еще, допустим, но опять-таки, вы можете в Performance Scheme или вот есть в Performance Scheme есть такая Events Stages сет таблицы. Там можно посмотреть, что там делалось. Можно посмотреть просто по системе, что у вас там, может, на диске какая-то IO активность. больше, может быть, CPU что-то возрастает, то есть какие-то временные файлы открыты. Ну, может быть, и баг, да. Понял, спасибо большое. Ну, наверное, все. Я передаю микрофон следующему докладчику. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!